В апреле этого года самой большой болью жителей дома номер 49 по переулку Ореховый в поселке Мостовая была жизнь под водой. В буквальном смысле этого слова. Дома участок семьи Владимировых уже на протяжении нескольких лет, весенний и осенний период, полностью затапливается водой. Много лет обращаясь за помощью, хозяева получали лишь отписки. С помощью родников, воды, талой, то есть дождя подымалось. Администрацию мы обращались не раз, то есть уже года три тревогу бьем по этому поводу. К проблеме жителей, которая, к слову, касается не только одного дома, а целых улиц, подключились и местные СМИ. После сезона дождей этой осенью жительница дома номер 49 через социальные сети обратилась к губернатору Ульяновской области. После чего помощь пришла незамедлительно. Совместными усилиями и слаженной работой главы администрации города Алексея Гаева, его заместители и начальника управления по строительству Сергея Гигарева и директора управления инженерной защиты Нины Савченко в кратчайшие сроки был выполнен огромный объем работы. Это улица Труда полностью прочищена, улица Российская полностью прочищена, переулок Тополёва, переулок Ясневый, переулок Ботанический, переулок Ореховый. Вот, прочищены все основные канавы, выведено все вблизи русла Свияги. Сделан очень большой дренаж, это переулок Улица Звездная, переулок Ореховый. Закрытым способом сделано только 330 метров. И открытым способом все вместе составляет 1 километр 500 метров. Такой объем работы удалось выполнить за две недели. Из-за нехватки техники приходилось работать сутками. Все это можно было проделать за день и вместо полутора километров дренажа затратить всего 300 метров. Для этого необходимо было проложить его через дом соседа. Однако вместо помощи доброжелательные соседи и вовсе мешали работе специалистов. Прокалывали колеса машин, натравливали собак, а некоторые даже выходили к работникам с оружием. Вот воду здесь, воду здесь. Там же с вами хотели по-человечески решить. Мы с соседей должны дружить. Я в воде, я в воде. А мы не в воде. В воде, мне куда потому что, мне в воде. Я в воде же потому что, не было воды потому что, пожалуйста. Как мы не привезем что-нибудь, вы выходите с вилами. Поднимите дом, поднимите дом на метр. Все соседи говорят, кто что не привезет, вы ходите с вилами и угрожаете. Почему? Несмотря на этот конфликт, пусть и более долгим путем, но проблема все же решена. Болото потихоньку мельчает, планируют, что в скором времени его и вовсе осушат. Уровень воды упал примерно на метр. Вот только вода с участков еще несколько лет до конца не уйдет. Но для жителей это уже большая победа. Со слезами на глазах они мечтают о счастливом будущем без воды. У меня родители очень любят заниматься огородом. Если нам, дай бог, еще сделают газовые трубы, чтобы проезд был на огород, будем завозить. Если, дай бог, все получится, может даже дом построим новый, но пока нет. Потому что земля очень сильно пропитана, я не знаю, даже КАМАЗ нам не заедет. Сколько лет надо ждать, чтобы пропиталась, чтобы высохла земля. Теперь жители мостовой, которые начинали и заканчивали свой день с откачки воды, благодаря администрации, сотрудникам управления инженерной защиты и средствам массовой информации, смогут жить на сухой земле. Кристина Жаколь, Данил Сырков, Новости Ульяновской правды.